полон надежд планов грандиозных игр стрелков гиркин пошел пошел и идет президенты каковы шансы у него бояться ли вот этого шулера которых он говорит кто эти шулеры которые боятся и вот эти 10-15 процентов турбопатриотов они обрадовались как полагаете ну я думаю для них это в любом случае какая-то такая движуха их кандидат в конце концов но их кандидат осталось очень недолго поскольку следствие по делу игоря стрелкова гиркина закончена и передано в суд в ближайшее время мы узнаем его приговор и уж совершенно точно этот приговор будет оглашен до президентских выборов и отправиться в места не столь отдаленные и по российскому закону потеряет всяческое право как избираться и быть избран так в общем-то и голосовать на выборах так что песенка его уже спета и в общем здесь можно только сказать о том что ну про коррекула хорошо ну как не хорошо да развеселил нас на выходные дни а чё он так поспешил может надо было подождать хотя бы приговора или он наоборот думал что вот это его великое выдвижение но может как-то что-то изменит я думаю да он перепутал себя с дональдом трампом который вот как тоже обвинен и в общем-то находится под действием разных самых статей которые нисколько не мешают ему баллотироваться потому что это американские законы американская демократия которую так не любит игорь гиркин и видимо его главный конкурент на выборах владимир путин это другая страна другая совсем искать другая демократия другой строй да это тоталитаризм и другие законы поэтому игорь гиркин ближайшее время с ними столкнется видимо мало было столкновения с законом международным уголовным и теперь он получит столкновение с законом уголовным путинским и с избирательным путинским законом который конечно не позволит ему сделать ничего из того что он обещает сделать ольга на днях до этого дмитрий песков пообщался со студентским телевидением гемо 360 разные там не новые но забавные тоже фразы прозвучали одна из них что следующий президент российской федерации должен быть таким же или если не таким же то иным но таким же вот так он сказал это вот что это вообще такое иным но таким же и это может уже подумывает песков о жизни без путина хотя он так на него смотрел на этом форуме объединенных культур просто вот когда путина любви говорил военный преступник и террорист кровавый убийца то песков прямо так чуть за сердце не взялся думаю может ему адресовано принципе вот но что в эту фразу он вкладывал как вы думаете и а вот вот может это такой кандидат пескова игорь гиркин стрелков кажется что песков вспомнила вспомнила вспомнил свою молодость и не за вспомнил какие-то старые песни о главном своей молодости потому что когда путин появился я помню была песня каких-то поющих трусов там группа поющие трусы хочу такого как путин чтобы не пил чтобы не бил чтобы содержал чтоб не убежал вот видимо такого вот такого же он и хочет чтобы не бил не получится чтобы содержал содержит вот чтоб не убежал на бы всем хотелось конечно это хотелось бы и в места тоже не столь отдален и попали они все там и каждый как думаете в кремле вообще эту новость восприняли о стрелкове гиркине ну мне кажется пожали плечами пожали плечами потому что сейчас многие выдвигаются в президенты заявляет о том что выдвигаются в президенты мне даже скинули в личку парочку парочку портретов прелестных совершенно девушек либерального толка которые заявили о том что они тоже когда баллотируются президенты но это такая девичья наивность который как мне кажется казался подвержен и девически наивный гиркин он оказался такой нежной девушкой хотя и полковник с усами пиджачок даже ему глядите на деле плакатик создали такой в общем подводя черту под ним а чтобы так много времени мужа эфирного не уделять шансов у него нет нет конечно никаких шансов у него нет а ни у кого нет да тут институт изучения войны такие они как британская разведка очевидно на факт и весьма вероятно говорят что начал начали еще больше в россии ущемлять информационное пространство и зачищать его как раз вот готовясь к выборам он там называет президентским но мы называем выборы путина и говорят что мне будут еще больше вот эти голоса критиков придавливать ну и путин сам да вот выступая на этом форуме сказал что голова нужна для того чтобы думать странно он же думает другим совершенно местом не скажу не надо вот критиковать а песков говорил этом интервью что уехавшим критиком россии то им будет не по себе если они вернутся потому что на наших полит только кремль где бы ты не был по всей видимости к насколько сильно они могут защищать вот этих кандидатов даже пусть они бутафорные просто действительно симуляция и это будет только в информационном пространстве и мы увидим тоже и посадки еще очередные чего же всех не посадить или просто не допустят тех кто реально мог бы создать какую-то конкуренцию даже к регистрации вообще а есть вот какие-то реальные конкуренты я думаю что конкуренты реальные могут быть если путин этого захочет если захочет какие-то его клевреты если захочет его избирком панфилова вот буквально накануне была награждена кажется орденом дружбы и если например все таки он решит что нужна для чего-то ему хотя непонятно для чего очередная рокировка может возникнуть какой-нибудь дмитрий патрушев какой-нибудь сын смысле старшего патрушева которые сейчас занимаются курами и курами буквально занимается была недавно селектор на свечанию путина и показывали первый раз жизни я увидела как выглядит если сельского хозяйства дмитрий патрушев который все время называют преемником и он выглядит он выглядит абсолютно там который не умеет говорить не умеет двигаться сзади него как лохочут куры и поскольку поскольку слухи о нем о том что он перебирается наркотиками они как-то ходят впереди его презентации по видеонароду но с курами он выглядел не очень в общем то ну не знаю захочет путин поставить его в рокировочке будет этот куровод не захочет будет путин то в любом случае это путин путин и путин вряд ли он будет конкурентом но собственно похожего на путина но да да такой же в общем они очень умный человек и